Здравствуйте! На портале экзагет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых удивительных женщин, которая встречается в священной истории народа Израиля. На перекрестках истории народа Божия порой встречаются удивительные персонажи. Представить себе, что в грандиозной эпопее завоевания земли обетованной ключевую роль играет женщина, и мы знаем ее имя, ее зовут Рааф, и она по своей профессии куртизанка, знаменитая блудница в этом городе. В начале она спасла жизнь саглядатаем, разведчикам, которых Иисус Новин посылает в Иерихон. Затем, в тот момент, когда израильтяне покоряют город, воины Израиля сохраняют жизнь Рааф и всему ее дому. И об этом рассказывается во второй главе книги Иисуса Новина. История Рааф настолько потрясающая, что апостол Павел в послании к евреям ее имя упоминает среди самых великих героических личностей прошлого, величайших подвижников веры. Рааф – это образец веры. И давайте обратимся к этому эпизоду для того, чтобы понять некоторые парадоксальные вещи, которые помогают нам глубже увидеть спасение, которое даруется Богом своему народу. Во второй главе говорится о разведчиках, которых Иисус Новин посылает узнать, что происходит в городе. Им не дано никакого конкретного указания, просто пойти и посмотреть. Тут же мы вспоминаем, что в предыдущей главе Моисей отправлял на разведку первых саглядатаев, и успех той миссии был достаточно сомнительным. Теперь Иисус Новин отправляет двух воинов посмотреть, что же происходит в Иерихоне. И первым делом они приходят к блуднице. И при этом текст не объясняет, почему. Это все равно, как если бы вы приехали посмотреть исторические достопримечательности Москвы или Санкт-Петербурга, и первым делом пошли в публичный дом. Может быть, у них была какая-то своя стратегия. В целях шпионажа они решили начать именно с этого места. Может быть, этот дом служил гостиницей, двери которой всегда были открыты для пришельцев, и поэтому легко они могли остаться незамеченными. В любом случае, это очень странно. С точки зрения шпионажа это не принесло никакого успеха, потому что через несколько часов об их присутствии в городе узнает царь. Но Рахав опережает события, она успевает их спрятать на крыше своего дома до того, как придут стражники. Она действительно подтверждает, что приходили какие-то люди, она не поняла, зачем они приходили. И стражников направляет по ложному следу. Она их отправляет в погоню за шпионами, которые якобы ушли и прочее. Ее уловка оказалась совершенно превосходной затеей. Стражники покидают город, доходят до Иордана и никого не находят. Между тем спускается ночь, ворота закрываются, гостям пора спать. Но перед этим Рахав успевает провести с ними переговоры. Вообще ночь – это время покоя, тишины. Малейший шорох, малейший шум слышен по всему городу. А они втроем на крыше дома свободно обсуждают свой договор. Потому что то, что предлагает им Рахав, фактически некий союз. И самое неожиданное в словах этой блудницы – то, что она почти дословно повторяет слова из торжественной песни Моисея, после того, как народ посуху перешел через Красное море. Она повторяет слова из песни «Спасение». И удивительно, что Хана Неинка фактически наизусть знает какой-то библейский текст. В любом случае, она прекрасно знает, что произошло с сынами Израиля. И сообщает, что об этом знают здесь очень многие. И она говорит не только от своего собственного имени, но от имени всего народа. И даже не только жителей Иерусалима. Она подтверждает, что народ не устоит. Уже лишь слухи наводят страх на Хана Неин. Они потеряли мужество. И поэтому народ, который не настроен сражаться против врага, фактически уже потерпел поражение. О чем она сообщает шпионам. В 11 стихе она добавляет. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Она фактически торжественно исповедует веру народа Израиля в том, что Господь, Бог, он царь всей вселенной. Он и на небе, и на земле. Рахав подвергает свою жизнь смертельной опасности. Потому что если ты прячешь в своем доме вражеских разведчиков, и их могли легко обнаружить, она рисковала жизнью. Но мы видим, что это был не совсем бескорыстный поступок. Она исповедует величие Бога, но одновременно принимает совершенно трезвое, прагматичное решение перейти на другую сторону. Потому что победа будет с другой стороны. И она поступает как человек, способный мыслить стратегически. И в какой-то мере она оппортунист. Если смотреть на эту ситуацию глазами жителей Иерихона, то она предатель. Если смотреть глазами народа Израиля, народа Божия, она, конечно, проявляет нечто гораздо большее. И она предлагает разведчикам заключить договор. Фактически она тем самым Иисусу на вину предлагает заключить союз, в котором она диктует условия. И при этом каждый дает обещание, и в конце будет знак, который подтверждает, скрепляет этот завет. В 14 стихе соглядатые подтверждают, что они принимают выдвинутые условия. Но если она, в свою очередь, все сохранит в тайне. Они спускаются по червленой веревке. И здесь мы узнаем такую необычную деталь. Оказывается, ее дом был пристроен к городской стене. И текст говорит, что она жила в стенах Иерихона. Быть может, это какая-то техническая деталь. Но она всегда говорит о чем-то большем. С одной стороны, мы можем себе представить, что действительно такое заведение лучше держать где-то на границе. Для того, чтобы можно было легко воспользоваться услугами, не входя в город, остаться незамеченным. Для того, чтобы можно было легко сбежать или спрятаться. И то, что дом был где-то на краю, одновременно говорит, что она живет где-то на границе между внутренним миром, между этим городом и внешним миром. И поэтому чужеземцы тоже там могут легко проникнуть. И обычно такие дома, которые находятся где-то на отшибе, на окраине, в случае набега или начала войны, естественно, первыми принимают на себя удар. Но в действительности эта деталь носит символический характер. Она живет между двумя мирами. С одной стороны, она оказывает услуги жителям Иерихона. Здесь ее семья, здесь у нее есть постоянные клиенты, у нее есть какие-то соседи, окружение. Но вместе с тем она имеет связи и с внешним миром. И так она живет между двумя мирами. Между своими и чужими. Между внутренними и внешними. И потом мы увидим, как это сыграет какую-то очень важную роль и в ее судьбе, и в истории всего народа. Когда видишь, как эти воины спускаются по веревке, это выглядит, как в кукольном театре. Они как марионетки в руках очень сильной женщины. Сначала она спасла им жизнь, спрятав на крыше своего дома. Теперь она дает им очень точные указания, приказы, что они должны делать дальше. В отличие от Иисуса Новина, который не может дать никаких конкретных указаний. Он говорит очень примитивно, просто пойдите, разузнайте, посмотрите. Она дает очень точные указания. Она говорит, что нужно уйти вглубь страны, прятаться в течение трех дней, пока преследователи не возвратятся в Ирюхон. И тогда они могут отправляться в путь. Прощаясь, они повторяют условия договора. Самим этим разведчикам страшно. Они боятся за свое будущее. И поэтому заверяют Рахав, что исполнят все, о чем она их просит. Она привяжет к окну червленую веревку, или этот алый шнурок, как знак завета. И, конечно, в традиции церкви, в традиции толкования святых отцов, этот алый шнурок будет как некая перекличка с кровью Агнца Завета, который защитил народ Израиля от ангела смерти. Это некий знак, который тоже спасет жизнь и Рахав, и всем, кто окажется в ее доме. Когда разведчики возвращаются в стан Израиля, они доносят Иисусу новину самое главное. Фактически, они повторяют то, что было известно с самого начала, о том, что Господь Свидержитель, Вечный Господь предал в руки народа Израиля землю Ханаана и всех ее обитателей. Вопрос, а с чего они это взяли? Они не исполнили никакой миссии, они не видели этот город. Они просто полагаются на слова женщины, блудницы. А кроме нее они не встретили ведь ни души. И это не самое убедительное свидетельство. Она спасла им жизнь, хорошо, но можно ли принимать государственные решения на основе слов какой-то женщины? Но очень важно, что они повторяют не просто слова иерихонской куртизанки, но буквально повторяют те обетования, которые дает Господь в предыдущей главе. Итак, агентурные данные не привносят ничего нового, Господь уже сказал, но проблема в том, что Иисус Новин в тот момент не услышал и не принял то, что говорит Господь, о том, что не нужно ничего бояться, и поэтому Он посылает разведчиков. Конец этой истории мы увидим в шестой главе. Условия договора были соблюдены, Рахав, вся ее семья были спасены. Хорошо то, что хорошо кончается. Но теперь имеет смысл проникнуть в смысл этого эпизода. И здесь есть три момента. Прежде всего, Иисус Новин в этой истории выглядит довольно неприглядно. Обращает на себя внимание параллель между Иисусом Новином и Моисеем. Моисей посылает соглядатые по приказу Бога. Иисус Новин посылает разведчиков, потому что ему страшно. Моисей посылает 12 людей, известных в народе. Иисус Новин посылает и двух разведчиков, имена которых мы не знаем. Миссию, которую они исполнили, они исполнили не слишком профессионально. Их сразу раскрыли, и они возвращаются в стан с еще новыми условиями, которые вообще-то не сочетаются с генеральным планом захвата священной земли. Потому что, согласно предписанию Бога, нужно будет уничтожить город и всех жителей, живущих в нем. Теперь появляются новые поправки, условия в этом договоре. Оказывается, есть некая женщина и ее семья, ее клан, который нужно оставить в живых. И это вносит какие-то коррективы в то, что было установлено изначально Богом. Иисус Новин проявил какое-то неверие, когда отправлял эту экспедицию, и все это теперь обратилось против него. Другой момент, который, может быть, самый яркий в этой истории, конечно, героизм женщины. Она вызывает удивление, потому что по своей профессии она куртизанка, блудница. И об этом известно с самого начала. Блудодеяние – это не самая почетная профессия в библейском мире. Но, тем не менее, сообщается ее имя. И самое интересное в этой женщине – она, в отличие от некоторых мужчин, прекрасно знает, чего она хочет и к чему она стремится. В отличие от других женщин этой профессии, она не оказывается во власти мужчин, а скорее наоборот. Она умная, и она умеет в нужный момент взять в свои руки бразды правления, и она обладает незаурядным мужеством и силой. Она сильнее этих двух разведчиков, она сильнее царя Ерихона, более того, она сильнее Иисуса Новина, потому что она лучше Него знает и пророчества, и именно через нее Господь напоминает Иисусу Новину свою волю. Она прекрасно знает, насколько Господь всемогущ, что напоминает народу Израиля, что ваш Бог придет к вам на помощь. Это то, что Иисус Новин изначально был не способен услышать. Существует позднейшее предание Орахав, в которых сообщается, что она была одной из четырех самых прекрасных женщин на свете, наряду с Саррой, Авигаль и Эсфирью. Она обладала незаурядной красотой. Она была блудницей, но это была куртизанка класса люкс. И правители, и министры пользовались ее услугой, и не было никого влиятельного в городе, на которого бы она не имела влияния. Лишь от упоминания ее имени происходили вещи, которые говорили о том, что она обладает неотразимой силой. И другие предания говорят о том, что она обратилась в веру, покаялась в возрасте 50 лет. До этого 40 лет она вела свою профессиональную деятельность, и после 40 лет успешной карьеры, пока народ 40 лет скитался в пустыне, Орахав была блудницей, по истечении этого времени она способна совершенно переменить свою жизнь. Глагол «блудить» или «блудодействовать» в еврейском языке, как и в русском языке, имеет двойное значение. И прежде всего это сбиться с праведного пути. И когда народ отвращается от праведного пути, изменяет Богу, то употребляется именно то же самое слово. И поэтому между Раав и народом Израиля соотношение как между микрокосмом и макрокосмом. Когда народ входит в город, Раав входит в народ. Она становится членом избранного народа. Это очень сильная женщина, и поэтому на ум приходят другие, не менее великие женщины, как, например, Фомарь. Она тоже переоделась именно в куртизанку для того, чтобы заполучить Иуду. Но именно это помогло ей достичь не только желанной для нее самой, но и желанной для народа Израиля. И, конечно, это выглядит очень странным. Ее профессия несовместима с предписанием святости в Библии, потому что в Библии брак между мужчиной и женщиной является столь же священным, как завет между народом и Богом. Требования чистоты и святости непреложны, но, тем не менее, возникают такие странные, непонятные человеческому уму ситуации, которые можно было бы задним числом откорректировать, можно было бы не упоминать какие-то детали в Священном Писании, стереть их из истории. Но, тем не менее, они остаются, как некое очень важное напоминание и какое-то пророчество. Даже в возрасте 50 лет, даже после долгих лет успешной карьеры и будучи очень сильным и самодостаточным человеком, имеет смысл все изменить в своей жизни для того, чтобы покориться Богу и Его волею. И третий момент, о котором я хотел сказать, в предании говорится, что Иисус Новин и Рааф поженились, потому что существуют два предания. Пророчица, которая упоминается в Библии, Ульда была потомком Иисуса Новина, согласно другим преданиям, она была потомком Рааф, и поэтому толкователи иногда говорят, что это потому, что они поженились, поэтому она, Уильда, является потомком и того, и другого. То есть Иисус Новин не просто ее оставил в живых, но взял себе в жены. И благодаря этому вчерашняя куртизанка становится праведницей, носительницей высшей мудрости. И поэтому существует тоже предание, что именно от нее произошло восемь пророков и восемь священников. Вот так этот образ блудницы, которая через покаяние, через какое-то внутреннее пробуждение, переворот, способна стать праведной. И в христианском предании она почитается как святая, праведная Рааф Иерихонская. Мы ее почитаем в «Неделю святых правотец». И евангелист Матфей упоминает ее имя среди четырех женщин в генеалогии Иисуса Христа. Парадоксальным образом, она не просто присоединяется к народу, который побеждает Иерихон, но и связана узами родства с царем Давидом и с будущим мессией. Все это вызывает в нашем сознании образ какой-то открытости. Прежде всего нужно доверять Богу, потому что его суды – это не наши суды, и даже куртизанка может стать праведницей, и даже чужая женщина, Хананеенко, которая подлежит, может быть, презрению или даже смерти, может стать праматерью царя и мессии. Все это призывает нас к открытости и к уважению к тому, чего хочет от нас Бог и как Он управляет историей своего народа. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!